В последнее время у сторонников здорового образа жизни, на пике популярности выращивания микрозелени. Эта модная тенденция здорового питания заключается в употреблении в пищу молодых ростков овощных культур, злаковых и многих видов зелени. Богатые витаминами и минералами они укрепляют иммунитет человека и становятся отличной профилактикой заболеваний сердца, нервной системы, помогают выводить токсины из организма. Назначаются диетологами для борьбы с ожирением. А еще улучшают состояние кожи и волос человека. Микрозелень можно найти на прилавках супермаркета, а можно вырастить самостоятельно у себя дома. Проращивание семян не потребует от вас много сил, времени, особых навыков, а рассада займет совсем немного места. Я расскажу, как посадить и вырастить микрозелень в домашних условиях. Пользуясь моими советами, вы без труда на протяжении всего года будете иметь у себя маленький, но очень полезный огород на подоконнике. Вырастить микрозелень дома совсем нетрудно. Важное условие – это выбор качественных семян для посадки. Если у вас есть свой садовый участок, на котором вы ежегодно выращиваете урожай свеклы, редиса, капусты, салата, то семенами для микрозелени вы уже обеспечены. А главное, вы точно знаете, что они экологически чистые и не подвергались никакому химическому воздействию. Но если своего огорода нет, то вам не составит труда купить семена в магазине. При выборе следует проверить их чистоту, не должно быть никаких следов пестицидов и протравки. Внимательно читайте информацию на упаковке товара. Кстати, в магазинах продают как отдельные семена, так и наборы, в которых есть все необходимое для проращивания. Простота выращивания микрозелени заключается еще в нескольких условиях. Проращивать семена можно абсолютно в любом контейнере, не нужны громоздкие ящики и много места. Микрогрин идеально расположится у вас прямо на подоконнике. Для посадки семян и получения первых ростков, вам не нужно никакое специальное оборудование, лампы, источники дополнительного тепла. Микрогрин хорошо приживается в любых условиях. К тому же для посадки разных сортов семена не одинаковы. Вы можете не переживать, что урожай микрозелени погибнет из-за болезней и вредителей. Молодые ростки, готовые к употреблению, появляются уже через 7-13 дней после посадки. За это время они просто не успевают ничем заразиться. Вот почему не потребуются дополнительные затраты на удобрения и средства защиты. Обильного полива микрозелень не требует, достаточно опрыскивать ростки из пульверизатора. Вырастает микрозелень быстро, и срезав первый урожай, уже примерно через 7 дней будет готов следующий. А это означает, что круглый год у вас под рукой будут все нужные витамины. Посадка микрозелени дома. Выращивать микрозелень можно дома на подоконнике или на балконе. Существует несколько способов посадки семян, расскажу подробнее о каждом. Выращивание микрозелени в грунте. Этот простой способ самый популярный. Вам понадобится любая емкость с грунтом, делать дренажные отверстия в ней не нужно. Семена замачивают на ночь, чтобы быстрее получить всходы. Затем их сеют поверх грунта и немного присыпают землей. Увлажнив почву, контейнер накрывают стеклом или пленкой и оставляют на светлом месте. Когда появляются первые ростки, покрытие убирают и продолжают выращивать микрозелень до появления первых двух семидольных листочков. Опрыскивать следует один-два раза в день. При посадке не рекомендуется использовать почву для декоративных цветов, как правило она содержит химические добавки, что отрицательно отразится на качестве микрозелени. Выращивание микрозелени на вате. Для этого способа вам понадобится неглубокий контейнер или тарелка, дно которой выкладывают слоем ваты или ватными дисками. Семена предварительно стоит подержать в воде примерно 5-15 минут, чтобы их оболочка набухла и впитала в себя жидкость. После чего семена равномерно размещают на хорошо увлажненную вату и также накрывают сверху стеклом или пленкой. Закрытый контейнер оставляют на подоконнике до появления первых всходов. Затем, аналогично первому способу, сняв покрытие, микрозелень поливают два раза в день. Выращивание микрозелени в банке. Семена насыпают в банку и добавляют небольшое количество воды. Горлышко банки закрывают отрезом марли и фиксируют резинкой. В таком состоянии банку с семенами оставляют на подоконнике до появления первых всходов. Когда семена уже немного прорастут, воду сливают, а семена хорошо промывают. Затем помещают их обратно в банку, но уже без воды. Горлышко закрывают марлей, банку переворачивают и оставляют под углом 30 градусов. Сложность этого способа лишь в том, что на стенках банки скапливается слизь и ежедневно микрозелень нужно промывать. Выращивание микрозелени в гидрогеле. В контейнер высыпают гелиевые шарики и обильно заливая водой, оставляют на 5-10 часов. Когда шарики набухли, лишнюю воду сливают и на поверхность выкладывают семена. Можно немного углубить их в гель. В таком состоянии контейнер оставляют на подоконнике. Примерно на протяжении двух недель, пока микрогрин будет расти, никакого полива и дополнительного ухода не потребуется. Бумажные кухонные полотенца и туалетная бумага. Эти предметы всегда есть под рукой, их используют для выращивания микрозелени с помощью следующих способов. Вариант 1. Возьмите мелкий лоток, выложите бумажные полотенца в несколько слоев и обильно смочите с помощью пульверизатора, распрыскивателя, разложите поверх семена, накройте крышкой и поставьте на подоконник. Дальше ухаживайте за сеянцами, как обычно. Вариант 2. Нарежьте полоски туалетной бумаги и полиэтилена одинакового размера. Выложите бумагу на полиэтилен и аккуратно смочите ручным опрыскивателем. Немного отступив от края, разложите семена в ряд. Аккуратно сверните бумагу в рулон, поставьте в банку или стакан и налейте немного воды. Накройте емкость прозрачной пленкой, пакетом или пластиковым стаканом. Когда семена начнут прорастать, уберите укрытие. В дальнейшем нужно следить, чтобы на дне стакана всегда было немного воды. Каждый из этих способов выращивания микрозелени проверен и дает хороший результат. Вы можете попробовать каждый из них и остановиться на том, который окажется для вас самым удобным. Уход за микрозеленью. Вырастить микрозелень достаточно просто, обычно процесс не вызывает никаких сложностей. Но все-таки бывают случаи, когда получить желаемый урожай не получается. Особых требований к уходу за маленькими ростками нет, но все же вам следует обратить внимание на следующие рекомендации. Посеянные семена могут загнивать. Причиной этому станет недостаток воздуха и повышенная влажность. Чтобы этого избежать, следует проветривать семена 1-2 раза в день и не заливать их водой. Практически всегда достаточно опрыскивать их из пульверизатора. Не очень хорошо, если появляется плесень. Поэтому семена не следует располагать плотно друг к другу. При посадке равномерно распределяйте их по поверхности. Контейнер с пассивным материалом всегда размещайте на светлом подоконнике. Но при этом следите, чтобы прямые солнечные лучи и избыток света не пересушили семена. Чтобы избежать проблем с выращиванием микрозелени, нужно правильно выбрать место. А чтобы избежать появления гнили и плесени, перед посадкой обработать семена в пищевой соде, марганцовке или борной кислоте. При соблюдении всех условий, дальнейший уход за микрогрином сводится к ежедневному опрыскиванию зеленых ростков 1-2 раза. Купить уже готовую микрозелень можно и в супермаркете. Но так вы не можете знать в каких условиях и из каких семян она выращена. И что уже говорить об экологической частоте продукта. Но выращивая микрогрин у себя дома, вы сами контролируете каждый этап проращивания. И сами отвечаете за частоту и пользу этого продукта. К тому же выращивание микрозелени в домашних условиях, значительно сэкономит ваш бюджет. А еще это увлекательное занятие для детей. Помогая вам высаживать семена и ухаживать за ростками, они получат много положительных эмоций и определенный опыт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...